Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. Знакомимся с Западной Арменией, провинцией Чахук. Азербайджан не допускает проведения восстановительных работ в электролинии в Арцахе. Комиссия Сената Швейцарии обратится в правительство по вопросу организации авиасонабжения между Ереваном и Степанакертом. Лучшие туристические направления 2023 года Армения в списке Форбус. 12 января 1951 года вступила в силу Конвенция о предупреждении на Тазани за геноцид. Армяне Айтапа – музыкальная жизнь старого Еревана. Нахичеванский уезд Чахук 1-4 века находился под царством Аршакита. Позже с 10 века административно входил во владение сюнекского князя Самбата. Чахук, как и другие провинции Нахичевана, является уголком, богатым историко-архитектурными памятниками, большая часть которых сейчас в руинах. Историческое поселение Чахука в основном расположено на склонах гор и прибрежных равнинах. Через центр провинции протекает историческая река Нахичеван. В 16-18 веках Чахук был разделен на две части – Чахук и Шахапунник. Часть Шахапунник иногда упоминалась как отдельная губерния. Провинция Чахук, как и другие населенные пункты Нахичевана, не осталась без разрушений. Тем не менее, духовные центры и архитектурные памятники провинции в 17-18 веках, как ценности отечественного владения, бережно реставрировались. Создавались новые памятники и поселения под покровительством Канезей Сюника и Вайодзора. На Нахичеванском регионе, начиная с 20 века, оккупирующий Азербайджан проводит политику культурного геноцида, доказательства которого подробно собрала Западная Армения, открыв Международный суд за эти деяния. Азербайджан не допускает проведения восстановительных работ на участке, где произошла авария единственной высоковольтной линии из Армении в Арцах. В ответ на запрос Арминпресс об этом сообщили из оперативного штаба Арцаха. Ранее в информационном штабе Арцаха сообщили, что 9 января в 14.35 на 33-м километре единственной высоковольтной дороги Горис-Сепанакер, питающей Арцах и Сюнинской области, была зафиксирована авария. Согласно данным, зафиксированным на оборудовании, авария находится на участке Агавнов-Бердзож. Было принято решение осуществить электрособжение республики через местные производственные станции с соответствующими ограничениями. Исходя из данной ситуации, с 10 января в республике осуществляются веерные отключения, о которых периодически информируют на сайте Арцах Энерго. Западная Армения отмечает, что причиной гуманитарного кризиса является оккупирующий Азербайджан, который, нарушая территориальную целостность государства Армении, держит под аннексией Бердзор и Агавно, через которые проходит поврежденная электролиния. Правительства Армении должны предпринять шаги для решения этой проблемы, упрекнув Азербайджан, поскольку, если так будет продолжаться, государство Азербайджана станет бедствием для соседних стран. Комитет по иностранным делам Совета Кантонов Федерального собрания Швейцарской конфедерации, обеспокоенный гуманитарной ситуацией и нарушением международного права, решил направить письмо правительству Швейцарии, сообщив, что осуждает нарушение международного права, которым привела блокада Бердзорской дороги с 12 декабря 2022 года. Как сообщает Арминпресс, комиссия просит правительству принять меры в Совете Безопасности ООН, с одной стороны, для снятия блокады и прекращения военных действий, а с другой стороны, для организации гуманитарного воздушного моста между Ереваном и Степанакертом. Известный журнал Forbes составил список самых интересных направлений для путешествий в 2023 году, где Армения имеет место. Армения – красивая страна с богатой историей и культурой. Здесь удивительные пейзажи, горы, озеро Севан, многочисленные древние архитектурные памятники, такие как храм Гарни и монастырь Ахпад. Некоторые из них включены в список историко-культурного наследия ЮНЕСКО, об этом пишет автор Кэролайн Лупини. Любители пеших прогулок могут воспользоваться за Кавказской тропой длиной более 860 километров, проходящую через Армению. Армения известна вкусной кухней, в которой используется ряд свежих трав и специй. Ежегодно несколько миллионов туристов также посещают Западную Армению, чтобы полюбоваться армянской культурой и архитектурой. К сожалению, турецкое руководство преднамеренно продолжает культурный геноцид в нашем регионе, пытаясь очистить армянский след. В деле разработки и принятия Конвенции о предупреждении преступления, геноцида и наказании за него принято Генеральной Ассамблеей ООН, вступившей в силу 12 января 1951 года существенную роль сыграл польский юрист еврейского происхождения Рафаэль Лемкин, который был советником обвинителя США во время Нюрнбергского суда над немецкими военными преступлениями. Этот судебный процесс побудил принять Конвенцию о геноциде и ускорил его разработку. Израильский исследователь профессор Аарон Яир отмечает, Рафаэль Лемкин, придумывая термин «геноцид», имел в виду геноцид, совершенный против армян в 1915 году. Этот термин встречался в черновых вариантах Нюрнбергского процесса, однако в окончательном варианте был заменен формулировкой «преступление против человечества». Конвенция определяет геноцид, исходя из сути и цели этого явления, а не масштабов действий или числа жертв. Согласно Конвенции, виновные в геноциды должны быть наказаны независимо от политической, общественной деятельности или должностного положения. Конвенция не признает юридической давности в случае наказания за геноцид. Отметим, что в 1915-1923 годах во время геноцида против армян в Западной Армении имели место действия, указанные во всех пяти пунктах Конвенции. Турция подписала Конвенцию 31 июля 1950 года. Историк Умит Курт в своей книге «Армяне Айнтапа. Экономика геноцида в Османской империи» пишет. «Мое происхождение из Айнтапа глубоко связано с историей моих родных, приехавших из Киликии, привезя с собой богатую культуру, портриотизм и историю. Автор начинает книгу с краткой предыстории армянской общины Айнтапа. Обогащение экономической жизни в Айнтапе способствовало росту армянского населения. В XIX веке армяне Айнтапа по экономической и торговой деятельности уже опережали мусульманско-турецкую общину. Большая часть ремесленного бизнеса контролировалась армянами. Рост армянского среднего класса в Айнтапе рассматривается турками как угроза. Этот фактор сыграл решающую роль в формировании геноцида и конфискации армянского имущества. Книга Курта подчеркивает, как конфискация, ликвидация и грабеж были распространены по всему региону во время геноцида. Используя армянские, турецкие и западные источники, он конкретно анализирует и документирует ликвидацию армянской недвижимости в Айнтапе. Он утверждает, что передача так называемой армянской столицы была экономической основой осуществленного против армян геноцида. В мае 1915 года Османская империя ввела ряд законов и постановлений, таких как законы о заброшенной собственности с целью конфискации армянской собственности. Дальнейшие мусульманские иммигранты и племена поселились в армянских селах, в том числе и в Айнтапе. Будучи одной из древнейших наций мира и обладая богатыми историко-культурными традициями, армяне еще в древние времена создавали песни и музыку. Древнейшие инструменты, найденные в ходе раскопок в Ереване, такие как бронзовые колокола и коконы, были распространены во II тысячелетии до н.э. и использовались во время обрядов и военных шествий. Единственным представителем музыки в Старом Ереване были зурначи и ашуги. В первой четверти XIX века число зурначей в Ереване достигло 12. В образовательной семинарии женском училище Гаянян и гимназии Репсемян были ученические хоры. В парках были оркестры, организовывались также балы-концерты. Опера Тиграняна Ануш и концерт хора Комитаса были одни из важных событий музыкальной жизни. Хор после успешного концерта в Тифлисе в 1906 году прибывает в Ереван. Концерт состоялся в театре Джамп-Поладяна. Это был большой триумф армянской народной музыки. Концерту предшествовала краткая и содержательная лекция Комитаса о богатстве и особенности армянской музыки. В конце концерта Комитас выступил сольным исполнением. По инициативе Романоса Меликяна в 1921 году была основана музыкальная студия, которая в 1923 году переименовалась в консерваторию. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова